Мы продолжаем работать с локациями и сценой игры. И сейчас, для того, чтобы закрепить все наши знания и узнать еще, может быть, что-то новое, что-то повторить, мы создадим новую игру. Итак, у нас часть 4 нашего восьмого урока, и игра называется «Кот в лабиринте». Ну, давай сразу перейдем к примеру, посмотрим, как эта игра устроена, и потом начнем ее реализацию. Этот пример находится в студии «Юный разработчик игр». Как ее найти, я уже несколько раз объясняла. Можно использовать поиск на сайте, можно использовать вот эту ссылку, которая будет под видео. И мы найдем здесь проект под названием «Кот в лабиринте». Вот этот проект, у него есть номер 5. Ну, опять же, чтобы было проще, я тоже размещу под видео ссылку на сам проект. Возможно, так будет удобнее. Ну, давай посмотрим, как здесь, что устроено. Запустим его и начнем играть. Здесь есть инструкции. Нужно с помощью стрелок перемещать нашего кота, сдувать одуванчики, собирать. Ни в коем случае не касаться стен, потому что они ядовитые, как здесь сказано. Набираем баллы. Ну, и в следующем уроке я покажу, как сделать переход к следующему уровню. Это уже окончание здесь игры, а мы сделаем еще несколько уровней. Вот такая вот простая игра. Давай я включу вот так заново, чтобы был первый фон. И ты уже догадался, что если мы нажмем на кнопку «Посмотреть код», то мы можем увидеть, что наша сцена имеет два фона. Здесь написано «Два фоны». Немножко неправильно. И если мы откроем вкладку «Фоны», то мы видим один стандартный фон, он взят из библиотеки, а второй фон – это фон, который я нарисовала. Я нарисовала вот такой вот лабиринт. Ты можешь нарисовать абсолютно любой лабиринт. Ну, я тоже сейчас попробую немножко сделать по-новому. Итак, мы переходим в редактор Scratch. Создаем свой проект по образцу этого проекта. Вот мой редактор. Я должна работать со сценой. Нажимаю «Нарисовать новый фон». Ну, здесь на самом деле можно было не рисовать, потому что прямо можно на белом, можно было перейти просто во вкладку «Фоны». И сейчас мы все время почти работали в векторной графике, а сейчас можем мы этот лабиринт спокойненько нарисовать растровой графикой, потому что нам нужны только границы лабиринта. Ну, и тоже я возьму красный. Нарисую такие вот линии. Вижу, что эта линия тонковата. Я постаралась ее нарисовать ровненько. Сейчас я сделаю ее потолще. Вот так лучше. И вот смотри, когда я веду линию, если я ее наклоняю, то видна такая рябь, да, то есть она не очень ровная. Если я добьюсь того, чтобы она стала ровненькой, то линия будет аккуратной. Вот так. Ну, как еще? Давай сделаем вот, чтобы он был такой сложный. Я не буду подсматривать в тот проект. Сделаю вот так. Тут у нас будет что-то спрятано, да. Вот такой лабиринт будет в средней сложности. Может быть, даже немножко сложнее, чем тот, который мы только что рассмотрели. Я на ходу придумываю. Вот так вот, чтобы нельзя было зайти. Здесь тоже можно сделать так, чтобы нельзя было обойти. То есть, чтобы можно было идти вот так, вот так, вот так, вот так. Потом вот так. Ну, можно еще тут препятствия сделать. Вот так, да. Ну, можешь рисовать какой хочешь. Дальше смотрим, что наш код великоват. Можно сразу, чтобы нам было интереснее, сделать его чуть меньше, вот так вот, поставить его в нужное место. Вот наш лабиринт, наша первая сцена готова. Пока нам ее достаточно. Первый фон, первая локация. И сейчас нам необходимо сделать так, чтобы наш код перемещался. Чтобы мы могли управлять им с помощью клавиш мышки. Переходим в скрипты. И, возможно, ты уже помнишь, как это делать. Но для начала давай сделаем так. В начале, очень скоро я объясню, что это за команды такие. Мы сделаем так, чтобы наш код начинал движение вот из этой точки. Вот мы его разместили здесь. И сейчас мы можем использовать команду перейти. Перейти в эту точку. Вот так. То есть в начале игры наш код всегда будет начинать движение отсюда. Ну а дальше, ты уже помнишь, наверняка, нам нужны вот такие блоки, когда клавиша стрелка вверх нажата. Дальше стрелка вниз. Правильно? Стрелка направо и стрелка влево. Вот такие 4 стрелки мы будем нажимать. И сейчас сделаем, чтобы наш код перемещался. Проще всего сейчас сделать, чтобы он перемещался вправо-влево. Для этого у нас есть команда движения. Идти 10 шагов вправо. И идти минус 10 шагов. Он пойдет влево. Давай проверим. Нажимаем на стрелки. Вот он пошел вправо. Вот он пошел влево. Ну, единственное, что он идет немножко спиной. Да? Мы это немножко подправим. Но в этом уроке я тебе предлагаю попробовать другой способ. Если мы посмотрим на пример, то у нас здесь используются другие команды, которые называются изменить y на 10 или минус 10, изменить x, изменить x. Вот эти вот две буквы. Это y латинская и x. Те, кто знают, это координаты x и y. Кто не знает, очень скоро в одном из следующих уроков я объясню, что это за такое x и y, что это за координаты. А сейчас пока на практике мы научимся ими пользоваться, этими координатами. И вместо того, чтобы сейчас код нашел с помощью команды идти, мы все-таки используем команду изменить x. Здесь у нас будет, если влево, то нам нужно в другую сторону идти, да, минус 10 должно быть. Если отрицательное число, а здесь плюс 10. Вот так я нажимаю, он идет прямо, нажимаю, он идет назад. Единственное, что назад он идет как-то неправильно. Мы помним, что у нас есть повернуться в направлении. И если у нас выбрано здесь 90, значит направо, да, вот он так вот и пойдет. А если мы выберем повернуться в направлении влево, минус 90, и нажмем назад, вот он пойдет так. Единственное, чтобы он не переворачивался с ног на голову, нам нужно стиль вращения задать. Вот такой. Туда-сюда. Этот же стиль вращения мы много раз пользовались. Можно задавать не здесь, иногда это нам понадобится, а можно задать с помощью команды стиль вращения. И мы можем это сделать вот прямо здесь. Стиль вращения влево-вправо, есть еще не вращать и кругом. Это вот эти вот три параметра. Не вращать это точка, влево-вправо это стрелочка, а кругом это он все время крутится. По умолчанию у него стоит вот это кругом, а здесь мы программно оставим, сделаем влево-вправо. Вот давай проверим. Нажимаю стрелочку. Влево-вправо не работает. Почему? Потому что нужно начать игру, нажав на флажок. Вот сейчас все работает так, как надо. Итак, команда «изменить х» у нас работает. И тебе сейчас просто необходимо запомнить, что х у нас обозначает перемещение по горизонтали. То есть, если мы меняем х, то это перемещение по горизонтали. А с помощью стрелок вверх и вниз мы будем изменять другое значение, изменять у. Если вверх, то мы его будем увеличивать, то есть 10 оставим, а если вниз, то здесь поставим минус 10. И наш код начнет двигаться вверх-вниз. Давай нажмем флажок. Нам это обязательно надо, чтобы он вернулся в нужную позицию. И задан был стиль вращения. И вот он у нас перемещается вверх, вниз, вправо, влево. Я нажимаю на стрелочки, все у нас получается. Ну, наш код ходит насквозь. И это не совсем правильно. Мы это подправим. И в следующем, в одном из следующих уроков мы научимся даже делать так, чтобы он не переходил эту границу. Сейчас мы просто ее немножко обработаем. Ну, давай сделаем это сразу. Сделать мы это можем вот здесь, в этом блоке. Давай опять наведем порядочек. Немножко вот это все сместим вниз, чтобы нам это не мешало. А коту в блоке всегда мы добавим проверку. Если то. И проверку, если он будет касаться вот этой линии, эта линия красного цвета, значит, касаться он будет красного цвета. Вот если он касается красного цвета, то он будет кричать. Ой, больно. Касание у нас в группе команд сенсоры, поэтому берем вот так. И смотрим. А здесь у нас нет касается цвета, да? А вот касается цвета, вот он здесь. Смотри внимательно, как работает с этим блоком. Ты помнишь, как его вклеивать. И теперь нам нужно задать цвет. Чтобы его задать, надо щелкнуть с левой кнопкой мыши в этот квадратик с цветом. У нас появляется уже вместо стрелочки так называемый указующий перст. И им нужно выбрать тот цвет. Вот видишь, я провожу. Можно цвет выбирать где угодно. Даже вот серый, темно-серый, любые другие цвета, которые здесь доступны. Ну а нам в данном случае нужен вот этот красный. Мы по нему щелкаем. Поставили проверку. И что наш квад должен сказать? Мы говорили, да? Сказать или говорить лучше? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, больно. Ну, как будто бы он ударился, да? Нажимаем флажок. Теперь у нас уже начинается движение. Вот он касается и кричит. Ой, больно. Ну, пока он через стены ходит. Еще раз повторю, немного позже я объясню, как сделать так, чтобы он через стены не ходил. Но это отдельным уроком нужно будет делать. Остановим нашу игру. Вернемся к примеру. Здесь у нас в примере еще что? Есть задание, чтобы он собирал одуванчики. И еще при этом, когда он собирает одуванчики, наверное, заметили, что набираются баллы. Ну, давай сначала нарисуем одуванчики, а потом сделаем, чтобы менялись баллы. Как рисуем одуванчики? Нажимаем «Нарисовать новый спрайт». И можно это делать любым удобным способом. Можно в растровом редакторе, можно в векторном. Как мы нарисуем? Мы возьмем, наверное, кисть. Размер, видимо, чуть-чуть уменьшим. Сначала нарисуем зеленую часть. Такую веточку. И листочки. Не страшно, если он будет слишком большой. Сейчас вот так вот я их нарисую. Они лежат на траве, эти листочки. Наверное, помнишь примерно, как выглядят листья одуванчика. Ну, как-то вот так, да? Они с такими вот еще заострениями. У меня не очень красиво получается. Надеюсь, что у тебя получится значительно лучше. Вот так. И сейчас возьмем заливку. Надо обязательно смотреть, чтобы не было никаких отверстий, чтобы все было закрашено. И этим же цветом просто щелкаем мышкой в пустые места, чтобы они закрасились этим зеленым цветом. Вот здесь вот трудно попасть. Увеличиваем. Маленькая дырочка. И ее попадаем. Вот даже один раз не получилось. Заливаем. Так. Листву мы нарисовали. Теперь нужно нарисовать шапку одуванчика. Ну, там она нарисована светло-сером. Возьмем давай этот, чтобы было немножко лучше видно. Можно взять светло-голубой. Давай для разнообразия. Голубой возьмем. И, конечно же, не заливкой надо работать, а кистью. Можно даже взять здесь линии. Сейчас покажу, почему. Для того, чтобы сделать такую шапку. Да, ну, одуванчика у нас еще есть то, на чем держится эта шапочка. Да, поэтому давай сделаем такую серенькую здесь основание. Не очень хорошо его видно. Я забыла выбрать. Надо пересчелкнуть, чтобы было заливкой. Вот давай немножко увеличим. Ну, на самом деле, у меня получилось с заливкой. Ну, сделаю чуть-чуть покрупнее. Вот так. Здесь она видна. Здесь, поскольку у нас еще эти вот квадратики, которые показывают нам прозрачность, здесь не так видно. Ну, и что нам нужно сделать? Нам нужно сделать, чтобы он был пушистым. Но вспоминаем, по сценарию, одуванчик у нас может быть пушистый, а может быть сдутый, потому что кот ходит и вздувает. Поэтому у одуванчика у нас должно быть два костюма. И один костюм сдутый одуванчик. Так мы его и напишем. Сдутый. А второй костюм должен быть пушистый. Поэтому сейчас, пусть он будет сдутый, мы его начали рисовать, мы продублируем, и второй у нас будет пушистый. Ну, на самом деле, пушистый должен быть первым, поэтому мы берем, здесь пишем пушистый, а здесь мы оставим сдутый, но цифра два нам не нужна, просто удалим. Вот так. И теперь нарисуем все-таки шапку нашему одуванчику, как я предлагала, давай голубенькую для разнообразия, и можно линиями. У одуванчика какие? Такие вот. Вот такие они примерно, да, пушистики торчат. И вот можно их так вот нарисовать. Кто умеет рисовать одуванчики лучше, конечно, можно это делать и даже нужно. Ну, вот так. В принципе, неплохо вроде смотрится. Будем надеяться, что всем им понравится. И чуть-чуть можно еще его распушить. Вот как-то так. Теперь, конечно же, он великоват, нам нужно его уменьшить. Даже еще. О, одуванчик ведь должен быть даже меньше кота. Да, вот, наверное, так. Ну, давай поставим сюда одуванчик. Не очень все-таки яркий получился. Лучше сделать это сереньким. Вот можно дорисовать немножко еще. Шапочку добавить немного серого. И темно-серого даже. Будет поконтрастнее. Можно просто такие вот еще линии добавить, чтобы лучше выделялась его веселая шапочка. Ну, видно, что это одуванчик, правда? Так. Теперь, что должно происходить? Наш кот перемещается по сцене. Мы это сделали. Он касается цвета, кричит, ой, больно. И теперь нам нужно, чтобы обрабатывалось касание котом нашего одуванчика. Одуванчиков будет много, но уже сейчас я тебе напомню, что мы сможем продублировать эти одуванчики. И лучше, чтобы сначала мы написали скрипт, а потом уже сделать копии. Давай подумаем, какой будет скрипт, алгоритм. У нас будет обработка касания котом одуванчика, и одуванчик должен сменить костюм на сдутый. Верно? Значит, так и делаем. Нам нужна команда, когда щелкнет по флажку, цикл всегда, потому что всегда это должно проверяться, всю игру, пока она не закончится. И уже известная нам команда, если касается, кто кого касается, одуванчик кота, но здесь непонятно, что вспомним, что для того, чтобы наш кот был красивый, не кот, а код, то есть скрипт, аккуратный, лучше писать имена спрайтов. напишем кот. И теперь в скрипте нашего одуванчика мы видим, что вот у нас кот. Вот так вот. Итак, если касается кота, то сменить костюм на сдутый. Но вначале же нам нужен костюм не сдутый, а пушистый, правильно, в начале игры, поэтому ставим вот так. Ну что, проверим, нажимаем на флажок, код становится на место, и мы перемещаем его. Правда, вот, наверное, ты заметил, что сейчас еще раз мы запустим, вот он возвращается на место, но иногда поворачивается в одну сторону, иногда в другую. Давай сейчас это подправим, остановим и сделаем стиль вращения и повернуться в направлении 90. Потому что многое зависит от того, как мы закончили предыдущую игру. Вот, теперь даже если мы пройдем вот так, потом вот так и остановим, затем нажмем флажок, код повернется в нужную сторону. Ну что, проверяем, вот он идет, 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 оп, ну правда, здесь он коснулся еще и стены, но коснулся одуванчика, одуванчик сдут, вот он, уже не такой пушистый. Остановим наш проект, запустим еще раз, вот у нас одуванчик пушистый, здесь надо аккуратно, да, вот мы его прошли, и он сдулся. Все получилось здорово. Единственное, что еще мы не сделали, это подсчет очков. Кто помнит, как делать подсчет очков? Да, конечно, нам нужны переменные. Мы должны выбрать группу данные, нажать кнопку создать переменную и напишем здесь, ну баллы или очки, как кому больше нравится. Допустим, очки, окей. И в начале игры наши очки имеют значение 0, их нет, а когда код коснется одуванчика, мы очки можем увеличить на 1, допустим. Вот так вот мы сделаем. Проверяем? Давай. Так, поехали. Опа, посчитались очки, правда, посчитались они ого-го, когда вот у нас можно стоять на одуванчике и собирать очки. Я говорила, что это не совсем хорошо, в одной из игр у нас уже такая история была, что с этим делать. Сейчас мы исправим ситуацию и это исправляется очень просто. В скрэчч есть хорошая команда стоп. Когда код прошел по одуванчику, больше его обрабатывать не надо, поэтому мы можем сделать стоп этот скрипт, то есть этот скрипт работать уже не должен. Если выбрать стоп все, то остановится вся игра. Вот давай, смотри. Опа. Ну вот, код пошел. В принципе, код все равно управляется, потому что он у нас управляется другими вещами. Но, вот, ой, больно, он уже не кричит, потому что остановились те скрипты. Остались работать только скрипты нажатия клавиш. А если мы выберем здесь стоп этот скрипт, то код, скрипт кота будет работать, то есть вот он будет кричать, ой, больно, и что-то еще будет происходить, если нам понадобится, а очки больше не наращиваются. Видишь, все, больше ничего не происходит. Таким вот простым образом можно решить проблему, лишь не наращивать лишнее количество очков. Ну что, вроде бы мы достигли нашей цели, но для интереса можно еще сделать, когда он касается цвета, можно уменьшать количество очков, изменить очки на минус 1, допустим, вот он ударился, отнять единичку, а когда он коснется одуванчика, здесь мы увеличим очки на 10, чтобы побольше было ему повеселее. И расставим одуванчиков побольше, дублируем, давай назовем их тоже нормально, напишем одуванчик и продублируем. Это первый одуванчик, второй одуванчик, третий, четвертый, сколько хотим, у всех у них будут работать эти скрипты. куда этот, давай вот так вот еще, чтобы нужно было зайти. Ну что, проверим, нажимаем на флажок, собираем, ой, больно, еще раз повторю, мы обработаем так, чтобы он через границу ходить не мог, но пока оставим вот так. Здесь наш код очень большой, видим, мы тестируем игру, и тут попасть так, чтобы не удариться невозможно. Это значит, что? Это значит то, что нам необходимо уменьшить кота. Останавливаем игру, можем переместить туда, куда нам удобнее и сделаем его еще мельче. Одуванчики тоже можно сделать один крупнее, другой меньше, чтобы было интересней, как будто бы одни ближе, другие дальше. Ну и сейчас я предлагаю тебе поработать. Я думаю, у тебя уже все получилось, у тебя есть лабиринт, кот по нему ходит, сдувает одуванчики, собирает баллы, и я думаю, что ты уже ввел имя своего проекта, название, и надеюсь, что ты его тоже уже и сохранил. Скорее всего, ты работаешь в своем аккаунте, поэтому автоматически у тебя все сохраняется. Если нет, то обязательно необходимо скачать на свой компьютер. Еще раз повторяю, как в свою папку, не буду долго рассказывать, чтобы не тратить время. Ну и сейчас мы сделаем первый шаг к тому, чтобы наш код перешел на следующую локацию, ну или к следующему уровню, возможно. Это может быть следующий уровень. Следующая локация у нас будет другим фоном, поэтому нам нужно добавить новый фон. Этот новый фон мы будем выбирать из библиотеки. Ну вот в примере там спальня, я тоже ее сделаю. Наш код будет добираться до дома, но смотри, важно, чтобы он начинал ходить по лабиринту. Это можно сделать вот так просто, но когда мы перейдем на вторую локацию, сменим фон, нам надо еще убрать все одуванчики. Лабиринт у нас исчезает, потому что он был на первом фоне, а одуванчики должны исчезнуть. Как мы это будем делать? Ну, во-первых, мы должны в начале сменить фон на первый, да, Backdrop 1. Первый фон. Ну, вот здесь вот давай сделаем аккуратно, назовем фон, давай назовем первый фон лабиринт, а второй фон так и назовем дома, да, кот дома. И еще раз проверим скрипт кота, вот здесь вот сменим фон на что? На лабиринт, чтобы игра всегда начиналась у нас с фоном лабиринта. Уберу ненужные мешающие скрипты, давай нажмем флажок, вот все получилось. Дальше, если мы перейдем к примеру, то вот в примере он у нас приходит домой, когда касается двери, то есть он может идти сколько угодно, вот я им управляю, сдувает шарики, вот он не уходит за край сцены, но если он коснулся двери, я это сделала очень хитро, чтобы быстрее было, хотя так не совсем правильно, и он попадает домой, кричит ура, я дома, давай это реализуем. Можно подсмотреть, как это сделано, если мы листаем наш скрипт, смотрим, здесь у нас все вроде бы так, как мы делали раньше, но еще внизу вот у нас есть, когда я получу спальню, перейти в эту же стоит, и сказать, ура, я дома, он говорит все время, что он дома. У нас также есть спрайт двери, сейчас мы ее нарисуем красивую, и мы видим, что дверь у нас на первом фоне показывается, а потом идет проверка, если двери коснется код, то мы сменим фон на спальню и передадим сообщение спальне и потом спрячемся, нам сообщение здесь необходимо будет передавать. Ну, давай перейдем к нашему проекту и сделаем спрайт двери, нарисуем ее, нарисуем новый спрайт, это будет похоже на то, как мы рисовали открытку, сделаем это векторные графики, так значительно удобнее, будем рисовать прямоугольники и их изменять. Нарисуем сначала прямоугольник внутренней части двери, такой темненький должен быть, потом мы уменьшим на сцене, можно здесь не жалеть место, потом мы этот прямоугольник продублируем, вот так вот щелкнули по нему, вот он, теперь для того, чтобы нам было удобнее, мы его перекрасим и чтобы было красиво, мы возьмем вот градиент вот такой и сделаем один цвет более яркий, второй цвет ну какой-нибудь немного темнее, вот так вот поменяем местами, вот, ну как нам лучше, наверное, все-таки надо так поменять местами, вот, примерно так, дальше возьмем эту дверь и изменим форму, надо, чтобы она была как будто приоткрыта, что можно, как это сделать, это можно сделать вот так, мы немножко сместим вершины и теперь совместим элементы, ну а теперь, чтобы было больше, лучше видно, вот так вот уменьшим, похоже на дверь, вроде бы похоже, еще подвинем, вот, вроде бы неплохо, теперь на сцене наш спрайт мы разместим в нужном месте, уменьшим в размерах, вот так, да, правда, логичнее, чтобы дверь открывалась в другую сторону, тут я что-то не то сделала, да, поэтому сейчас я возьму вот так вот ее переверну и вот так вот приставлю, чтобы он входил все-таки в дверь, да, а не в косяк ударялся, ну вот так, отлично, спрайт дверь у нас готов, теперь для него нужно написать скрипт, когда щелкнем по флажку, мы подсматривали, что он должен показаться, потому что потом он спрячется в комнате двери не должно быть, в цикле всегда мы делаем проверку до тех пор, пока код не коснется, то есть вот так вот сделаем, потом мы научимся оптимизировать этот код, но пока скрипт будет такой и опять же касается кого? кота, получается, как будто дверь касается кота, но так удобнее писать, и здесь что? нам нужно изменить то фон, правильно, нам нужно, чтобы появился фон дома, сменить фон на дома, ну давай посмотрим, запускаем, я здесь нарушаю все, вот он дома, но когда он дома, что должно произойти? он должен, во-первых, вот здесь вот оказаться, в этом месте, и во-вторых, должны пропасть все, пропасть все одуванчики, и он должен говорить, ура, я дома, да, давай это сделаем, чтобы это сделать, тоже мы подсмотрели, я напомню, нам нужно, чтобы спрайт кота получил сообщение от двери, что кот этой двери коснулся, то есть, мы должны выбрать команду передать, и напишем сообщение дома, да, ну или спальня, в примере написано спальня, если бы ты заметил, окей, мы пришли в спальню, и теперь кот, когда получает это сообщение, он должен перейти вот в эти координаты, мы его сюда поставили туда, куда надо, поэтому можем просто взять команду перейти, а с дверью что должно произойти, конечно, дверь должна спрятаться, потому что в спальне ее не должно быть, давай проверим, опять я нарушаю все правила, бегу скорее в дверь, оп, все отлично, вот он дома, только что ничего не говорит, да, здесь еще нужно добавить, сказать, ура, я дома, еще раз проверяем, все, ура, я дома, и тут он может гулять, но гулять дома по дуванчикам тоже, конечно, можно, я шучу, но тем не менее, вот так у нас получается, да, от дуванчиков тоже не должно быть, ну подумай, как сделать так, чтобы от дуванчики тоже в спальне исчезали, конечно, ты прав, нам нужно тоже обработать получение сообщения спальня, потому что как от дуванчики, спрайты от дуванчиков об этом узнают, они узнают об этом, когда наш спрайт двери передаст это сообщение, поэтому спрайт от дуванчик мы добавляем, когда я получу спальня, спрятаться, ну и чтобы каждый раз не писать, мы можем этот скрипт перетащить, продублировать на все от дуванчики, проверяем, вот получил этот, этот, и этот, все дуванчики получили сообщение, давай посмотрим, получилось ли у нас так, даже если мы их не сдули, кого-то пропустили, мы пришли домой, и у нас здесь все как положено, мы дома, никаких дуванчиков нет, что еще мы забыли, пока не видно, что мы что-то забыли, но если мы запустим игру заново, дуванчиков-то нет, что это значит, это значит то, что мы должны добавить скрипты дуванчиков в самое начало, после того, как мы щелкнем по флажку команду показаться, ну вот это скопировать, конечно, можно, можно просто удалить, но проще одну команду просто добавить в каждый из скриптов, ну вот и все, давай еще раз проверим, вот кот ходит, собирает все дуванчики, все работает, приходит домой и кричит ура, я дома, поздравляю, мы сделали почти многоуровневую игру с подсчетом очков, а в следующем уроке мы сделаем все-таки следующий уровень со следующим лабиринтом и еще добавим проверку касания границ лабиринта, чтобы все-таки через границы он не переходил, до новых встреч!